Готовы или нет помещения к чрезвычайной ситуации? Какие меры предпринять? Вопросы к специалисту администрации округа. Максим Ильин – бизнесмен с 17-летним стажем. Сейчас в его компании более тысячи человек. Рабочую встречу с представителями силового блока считает полезной. Мы провели диалог с представителями силовых структур, с МЧС, и было принято решение, оказывается, можно написать. Мы сейчас напишем заявку, да, они все вместе скооперируются и проведут в нашей компании одно большое учение для всех сотрудников. Естественно, также начнем сейчас работу по подготовке всех необходимых мер, которые на нас возлагает государство. Представители силовых структур, МЧС, полиция, также администрации округа и кадастровой палаты. Участники рабочей встречи честно ответили на все волнующие предпринимателей вопросы. Торгово-промышленная палата получала и продолжает получать многочисленные вопросы от предпринимательского сообщества по порядку ведения мобилизационного учета, порядку действий в случае ЧАЭС, если не дай бог где что прилетело, ну и по профилактике проявлений экстремизма, которые, к сожалению, в повседневной жизни еще пока встречаются. Кто подлежит призыву, нужно ли становиться на учет всей организации при наличии в ней военнообязанного. Мобилизационная тема волновала многих. Контроль воинского учета нормативными документами определено, что занимается Министерство обороны в лице военных комиссариатов. Военный комиссариат определил, что перед тем, как подавать формулу 18, это карточку учета организации, организации необходимо ставить на учет в администрации. Цель таких встреч – сблизить молодое предпринимательское сообщество и органы власти. Связи решили поддерживать и за рамками встречи. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.